Всем привет и в этом видео мы с вами разберем лучшие билды предстоящего 31 сезона. Это те билды, с помощью которых вы комфортно сможете стартовать сезон. И они строятся на базе стартовых сетов. Но потом, когда уже найдете более лучшие сеты, более лучшие предметы, сможете перебиться в более сильные билды. Это уже тема для отдельного видео, в этом же давайте разберемся с лучшими стартовыми билдами. И для начала давайте напомним, какие сеты мы получим на старте. У монаха это одеяние тысячи бурь, у охотника на демонов порог, у варвара пустоши, у чародеи это толрашка, у крестоносца это роланд, у колдуна адский зуб и у некроманта это ратма. И напоминаю, что все предложенные билды вы сможете найти в описании под видео, в виде ссылок. Так что если еще не знакомый, переходите и ознакомливайтесь. Итак, давайте начнем по порядку. Монах. Сет одеяния тысячи бурь и это генераторный билд. Здесь возможно реализовать одногенераторного, двух и трехгенераторного монаха. Чем больше генераторов, тем больше урона. Но правда при этом будет хромать ваша защита. В любом случае геймплей следующий. То есть как только мы используем умение мощный рывок, мы повышаем в течение короткого промежутка времени урон от генератора любого. И вот пока баф работает, мы должны атаковать. Баф пропадает, опять запускаем мощный рывок и опять атакуем генератором. Вот такой вот геймплей. Далее охотник над демонов и сет сущность порока. Тут все предельно просто. Главное противника не подпускать в ближний бой, держаться на расстоянии и постоянно-постоянно атаковать противников с помощью умения залп. Никаких особых хитростей не требуется. Первоклассный билд. Далее идет варвар и сет гнев пустошей. Тут тоже все предельно просто. Здесь когда мы атакуем противников умением вихрь, мы на них накидываем эффект рваных ран. То есть, последний названным скиллом мы по сути и наносим наш основной урон. Очень несложный, практически однокнопочный билд. Далее идет чародейка и сет стихии Талраши. И здесь главный урон персонаж будет наносить с помощью умения Метеорит. Чтобы на полную мощь атаковал данный персонаж, нам надо использовать 4 разные стихии. И когда мы хотя бы один раз запустили все бонусы от 4 стихий, тогда поливая, поливая и поливая противников Метеоритом, персонаж будет наносить его максимальный урон. Далее идет Крестоносец и Наследие Роланда Сет. И здесь самым лучшим геймплеем будет тот, который будет использовать умение Широкий Замах. На самом деле и здесь все предельно просто. Забегаем в толпу противников, стягиваем их и атакуем Широким Замахом. Первых пару атак будут медленными. А потом Крестоносец как разгонится не остановишь. Очень неплохой билд. Следующий у нас идет Колдун и Перевязь Адского Зуба. Суть проста. Видим противников, активируем умение Стена Смерти. Как только Стена Смерти активируется, Колдун будет наносить урон. Любым скиллом, который этот сет бафает. Ну и в текущих реалиях, конкретно для данного сета, лучше себя показывают медведи-зомби. То есть мы постоянно-постоянно-постоянно должны атаковать этим навыком. Будет создаваться табун из медведей, и они будут наносить наш основной урон. Ну и последнее по списку. Но ни в коем случае не по значению. Некромант и сет Кости Ратмы. И в этом геймплее мы будем атаковать с помощью умения Армия Мертвецов. Ввиду того, что это умение очень долго откатывается, то помогать в откате этого навыка будут нам наши приспешники-питомцы. И когда наши петы атакуют противников, Армия Мертвецов быстрее откатывается. Скилл откатился, атакуйте вновь. Откатился повторно, вы знаете, что делать. Вот, дорогие друзья, такие геймплеи. Ну и они будут лучшими для стартовых сетов. Так что если вы планируете стартовать 31 сезон, на эти сборки можете опираться. Безусловно, принимая во внимание поправки на тематику 31 сезона. Так как сборки могут слегка корректироваться. На этом все. И здесь я буду видео заканчивать. Надеюсь, кому-то из вас оно поможет. Кто планирует играть и стартовать 31 сезон. А здесь я с вами прощаюсь. Благодарю за внимание и за просмотр. Не болейте. Ну и желаю удачи в сезонном походе. Субтитры сделал DimaTorzok